Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я делаю обзор на кисточки от Сидона Лейс. Итак, кисточки пришли вот в таком великолепном наборе. Здесь также прилагалась инструкция. Такой замечательный у нас наборчик, инструкция, где написано, для чего нам нужна та или определенная кисточка для лица. Этот набор у нас идет Midnight Lace. Вот так он выглядит. И, наверное, расскажу я вам про первую кисточку под номером 928. Каждая кисточка была вот в таком чехле. 928. Кисточка для тональной основы. Каждая кисточка имеет великолепнейший дизайн. Также у кисточки матовые ручки. И гравировка этого бренда. Кисточки очень-очень мягкие. Довольно приятный ворс. Очень приятно работать с ними, наносить флюидные основы. Но единственный, наверное, минус. Я могу эта кисточка только по коже, массажными движениями носить тональную основу. Если наносить вбивающими, то, как вы видите, или круговыми, то кисть сразу же теряет свою форму. И, наверное, только это единственный минус. Эта кисточка очень хорошая, великолепная. Можно также использовать минеральные продукты, компактную пудру. Эта у нас кисточка была под номером 928. Следующая кисточка мне понравилась больше. Эта кисточка 602 номер. Кисточка для румян или для контурирования, для бронсеров. Кисточка тоже имеет такую скошенную форму. Эта кисточка мне понравилась больше всего. Она превосходно распределяет любой продукт, будь то румяны, бронсеры или пудры. Она великолепно их распределяет, вне зависимости, какой бренд. Или средняя марка, или самая дешевая, или самая дорогая. То есть, люксовая косметика. Работать с ней одно удовольствие. Растушевывает она великолепно продукты. Изъянов никаких нету при работе с этой кисточкой. Вторая кисточка. Это третья. То есть, кисточка у нас идет для тональной основы. Она у нас под номером 480. Эта кисточка тоже для работы с тональными основами. Эта кисточка, она великолепна. Этой кисточкой уже можно делать и вот такие работы с круговыми движениями. Тоже можно распределять поверхности очень легко тональную основу, ту или иную. В зависимости, жидкая она или более густая. Также кисточка имеет вот такую форму. Она у нас, как видите, более такая вот круглая. Удобно работать для участков вокруг глаз. Она просто великолепная. То есть, мне эта кисточка очень-очень понравилась. Если выбирать между этой кистью 922 и 480, я однозначно выберу вот эту кисточку. Она просто великолепная. И тоже можно работать с пудрами. Хорошая кисточка. Но эта кисточка просто идеальная именно для легких флюидных основок. То есть, жидких. Если они не густые. И кисточка Кабуки. Очень хорошая кисточка. Она тоже обладает хорошими такими качествами. Она очень мягкая, хорошо набита. И мне очень понравилось наносить буквально все пудры. И компактные, и сухие пудры, и рассыпчатые, и минеральная космичка. Очень понравилась. И этой кисточкой я очень довольна. Она великолепно распределяет пудру. И нужно добиться определенного покрытия. Вот такой был обзор. Всем приятного просмотра. Пока и до новых встреч на вам канале.